Это Уолтер Уайт, учитель химии, заболевший раком, главный герой сериала «Во все тяжкие». По сценарию Уолтер Уайт и его бывший ученик Джесси Пинкман начинают варить метамфетамин. Они открывают настоящее промышленное производство под прикрытием сети ресторанов «Лос Полос Херманус». История о развитии и крушении наркоимперии получила огромное число наград. Сериал даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с самым высоким рейтингом. Кто бы мог подумать, что сюжет этого сериала почти воплотится в жизнь у нас, в Латвии. Все думали, что в одном месте находится столярная мастерская, а в другом – куриная ферма. Но никто не догадывался, что законный бизнес – только прикрытие. Никто, кроме полиции. Стражи порядка накрыли в Видземе две лаборатории по производству метадона. Подробности у Яна Рубинчик. Это кадры оперативной съемки. Вход в лабораторию через специальную пластину на магнитах в потолке столярной мастерской. Она находилась в Алышской волости. Нажимаешь пульт – опускается лестница. Она ведет в тайный цех. Вторая лаборатория работала в Таурубской волости. Ее тоже профессионально замаскировали. Лаборатория была спрятана под большой куриной фермой. Была продумана и маскировка. В нескольких местах были оставлены отметки, по которым можно было бы понять, если на ферму явился чужой человек. Законный бизнес был не только внешней маскировкой. Он делал незаметный специфический запах, который выделяется при производстве наркотиков. Полиция узнала о лабораториях еще летом. Аресты провели в ноябре, когда собрали достаточно доказательств. В один день одновременно были задержаны все члены преступной группы, 9 человек. И одновременно провели 23 обыска. Во время обысков было изъято 6 килограммов готовой продукции, 2 тонны пресс-курсоров, различных химических веществ, безусловно, сами лабораторные устройства, а также финансовые и материальные ценности. Были изъяты 80 тысяч евро наличными, а также машины класса люкс. Интересно, что из 9 задержанных трое были известной полицией. Один даже отсидел за изготовление наркотиков. Остальные 6, в том числе организатор преступного бизнеса, судимости не имели. В полиции предполагают, что наркотик изготавливали на заказ. Судя по объемам, большая часть предназначалась для продажи за пределами Латвии, в странах ЕС и не только. Работали лаборатории около двух лет. Цена за 1 килограмм метадона на черном рынке составляет около 40 тысяч евро. Метадон — это заменитель на нелегальном рынке героина. Это очень опасное наркотическое вещество. И есть очень высокая вероятность передозировки. Последний раз подобную лабораторию по производству метадона полиция закрыла в 2010-м. После этого удавалось обнаружить только плантации марихуаны. По 30-40 питомников в год. В 2014-м была закрыта подпольная лаборатория по производству амфетамина. Я Рубинчик, Зинтерсприндис, Латвийское телевидение.